Без резиновых сапог по взлетной не прогуляться. К автомобилю стоит весла прикрепить, чтобы без труда заехать во двор. Местные жители каждую весну уже четвертый год подряд страдают от подтоплений. Это лужа вечная. Жильцы надеются на это, что что-то поменяется. Потому что повторение 1 апреля, я прям помню тот день, 1 апреля 2016 года, когда здесь было до этих подъездов воды, как-то не хочется. В этом году вода скопилась на дороге по улице Солнечная Поляна, ближе к улице Взлетной. Искусственное море здесь уже три недели. А чиновники даже не откачали воду, а лишь положили мешки с песком, чтобы вода не затопила еще и двор. На самом деле по поводу ливневки, куда должна вода уходить, информация разная. Управляющая компания говорит, что ее здесь нет, потому что ее не запланировал застройщик. А администрация утверждает, что здесь есть ливневка. Где она есть, где она под этой лужей находится, мы вообще понятия не имеем. В администрации района нам пояснили, асфальтированная дорога и ливневка есть со стороны официального проезда. Тем не менее, пояснил чиновник, отстроят в этом году и дорогу со стороны пустыря, который сейчас тонет в воде. В этом году запланировано в рамках программы безопасной и качественной автомобильной дороги строительство вот этого недостающего участка дороги по улице Солнечная Поляна. Поэтому вместе с ливневой канализацией, вместе с бордюрным камнем, вместе с пешеходными дорожками, то есть будет ливневка по Солнечной Поляне действующая и по взлетной. Новую благоустроенную дорогу жители увидят не раньше следующей весны. Но ведь как-то необходимо пережить и эту, а откачивать воду, как нам пояснили в мэрии, просто нет смысла. Техника не берет слишком маленькая глубина. Так что резиновые сапоги местным жителям пригодятся еще не раз. Валентина Аскерова, Александр Антропов. Наши новости.